Всем здравствуйте! Скандальное расставание с Андреем Аршавиным заставило Юлию Барановскую держать свою личную жизнь в секрете от широкой публики. Телеведущая не раз признавалась, что мечтает о крепкой большой семье, вот только пока ей не удалось найти спутника жизни. Ведущая не расстраивается и верит, все еще впереди. Всем здравствуйте! Скандальное расставание с Андреем Аршавиным заставило Юлию Барановскую держать свою личную жизнь в секрете от широкой публики. Телеведущая не раз признавалась, что мечтает о крепкой большой семье, вот только пока ей не удалось найти спутника жизни. Ведущая не расстраивается и верит, все еще впереди. Кроме того, она с восхищением наблюдает за парами, которые много лет живут вместе. Каждый раз, когда вижу людей, отмечающих 65 лет со дня свадьбы, сожалею, что я не смогу ни с кем прожить бриллиантовую свадьбу. Мне сколько лет? Должны уже новые технологии появиться, чтоб я дожила до 150-ти, с юмором заявила знаменитость. Барановская после расставания с Аршавиным сумела встать на ноги. Сейчас Юлию знают по всей стране. Звезда зарабатывает достаточно, чтобы регулярно ездить с наследниками в отпуск и ни в чем себе не отказывать. Вот только любимого человека нет рядом. От отношений с Андреем Аршавиным Юлия воспитывает троих детей – сыновей Артема, Арсения и дочь Яну. Как признавалась ведущая, она не прочь вновь ощутить радости материнства. Многие тогда предположили, что Юлия, возможно, вновь наладит отношения с отцом своих детей. Некоторые пользователи отметили, что Барановская и Аршавин могли бы вновь построить семью. Сама же Юлия не так давно рассказала, что не свободна. Правда, раскрывать имя возлюбленного звезда экрана не стала, а предпочла сохранить интригу. «Да, у меня есть молодой человек. Но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой уже не 15», – признавалась телеведущая. «Будем надеяться, что в скором будущем Юлия представит своего избранника». А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.